Ситуация с коронавирусом в городе находится под пристальным вниманием специалистов. Каждый вторник текущее положение дел обсуждают на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Очередное заседание прошло 8 февраля. Специалисты медико-санитарной части продолжают работать на пределе возможностей. Всю предшествующую неделю врачи вели приём до 11 часов вечера. Работа не останавливалась и на выходных. А новая неделя началась с очередного рекорда. В понедельник у нас было максимальное количество пациентов за всю пандемию в поликлинике. 444 человека с диагнозом ОРВИ и ковид. 163 вызова в поликлинику и обращение по скорой помощи, они которые тоже составляют. Каждый день примерно 200 вызовов приходится на скорую помощь, на обслуживание этих вызовов. Высокая заразность омикрона вызвала всплеск ковид-пациентов. Почти 50% проводимых ПЦР-тестов оказываются положительными. Действительно отмечается взрывной рост в последнюю неделю. Если предыдущая неделя у нас регистрировали 43-57 случаев за неделю, за 4 дня предыдущих 217 случаев. То есть это рост нескольких раз. В то же время число пациентов с осложнениями остаётся на одном уровне. В стационаре 44 человека, 5 в реанимации, 1 на ИВЛ. Вся нагрузка лежит на амбулатории. И врачи и медсёстры болеют, поэтому работать достаточно сложно. Продолжаем мы и вакцинацию, и другие свои обязанности выполнять. Задействованы все, и заведующие, и заместители. Чтобы снизить давление на амбулаторное звено, были внесены изменения в постановление главного санитарного врача. Семидневный карантин после контакта с заражённым отменён. Изменилась и процедура выписки пациентов. Выписка пациентов осуществляется без лабораторного обследования на ковид, если время лечения составляет 7 и более календарных дней. В случае, если время лечения пациента с лабораторно подтвердённым инфицированным возбудителем ковид составляет менее 7 календарных дней, то выписка допускается после получения одного отрицательного результата, который проводится не менее чем через 3 календарных дня. Десногорские дети пока держат позиции. Заболеваемость не превышает стандартных зимних показателей. Под наблюдением 20 ребят с коронавирусом. Чтобы эта цифра не увеличилась, образовательный процесс продолжается в дистанционном режиме.